У Александра Вельша так многолюдно бывает часто. Сегодня вот министр сельского хозяйства пришел, чтобы увидеть, как живут на селе молодые специалисты. В новенький дом Александр пару лет назад переехал по федеральной программе. Таких домов еще 10 в микрорайоне. Планировали еще 10 домов построить. Поддержка молодых сельхозспециалистов – задача номер один для местных работодателей. Ведь весомая доля экономики именно за сельским хозяйством. А в целом комбайнеры, механизаторы. Министр к ним приехал прямо в самую горячую пару. Рабочие готовятся к посевной. Все видим, погода как бы ранее, поля уже все открылись. Готовность мы сегодня иметь должны полную. Выходить на поля нужно с недели на неделю. На все 100 должны быть готовы семена, удобрения, техника. У нас готовы уже. Готовы уже? Готовы. Хоть завтра можно выходить? Нужно. Однако, как выясняется в целом по району, из 103 запланированных тракторов не готовы еще 84. А на части земель от посевов в этом году решили отказаться вовсе. Как пример многолетних кормовых трав. Теперь гектары земли, по сути, остаются пустыми. Почему и надолго ли? Выясняют уже с инвесторами. Почему что-то готово, а что-то до сих пор нет? Обсуждают на совещании. Эти рабочие планы вы должны собираться лично с вашим участием обсуждать. Вот сидим, обсуждаем, чуть ли там ни в каком поле, какая культура должна листить. Совещание координационное в преддверии посевной. Так скажем, сверяем часы. И у нас еще до весенних полевых работ время есть. В любом случае время на приобретение удобрений, на приобретение топлива, техники. По словам министра, на все время посевной республика поддержит селян на 5 миллиардов рублей. Плюс заправка останется льготной. Механизаторам и комбайнерам топлива снова по скидкам. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.